Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Бюджет 35 миллионов рублей. Также снижена будет на 0,2% ставка налога на имущество организаций. Это уменьшит поступление в бюджет на 40 миллионов. Правительство рассчитывает компенсировать потери за счет поступлений по патентной системе и от самозанятых. Программа Экономика. Киров хочет участвовать в гражданском самолетостроении. Тема обсуждалась во время визита губернатора на завод Лепсе. Предприятие сильно зависит от гособоронзаказа, но его объемы снижаются, поэтому озвучивается идея необходимости развития гражданского самолетостроения. Есть хорошие разработки ПАИЛ-114 на замену Ан-26, но хотелось бы все-таки более планомерной и четкой работы и поддержки на всех уровнях, заявил начальник управления производством завода Альберт Хасанов. Губернатор заявил, что у него на следующей неделе в рамках международного авиакосмического салона МАКС планируется встреча с представителями Минпромторга России, где он поднимет тему участия кировского предприятия в производстве нового самолета «Байкал». Кировчане берут в полтора раза больше кредитов, чем в 2020-м. За январь-май банки выдали жителям Кировской области кредитов на 52,5 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 июня, по данным Кировского отделения ЦБ, портфель розничных кредитов в регионе составил 153 миллиарда рублей, на 17,5% больше, чем годом ранее. За год портфель потребительских кредитов вырос на 13%, обязательства по ипотеке на 22%. Такому росту способствовало снижение ставок на жилищные кредиты. Средневзвешенная ставка за год уменьшилась на 0,46% и в мае она составила 7,44%. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74,12 рубля, евро стоит 87,39. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.